Крутой отечественной новинкой, которую буквально на взлёте карьеры подрубили западные санкции, считается КАМАЗ свежего поколения К5. В условиях всевозможных ограничений кабинный модуль Мерседеса Актрас, задний мост Даймлер и другие импортные комплектующие оказались непозволительной роскошью. Так что выпуск таких тягачей и самосвалов временно поставлен на паузу. На самом деле эта потеря больше имиджевая. Так, в прошлом году КАМАЗ сделал 44 тысячи грузовиков, из которых на серию К5 пришлось лишь 2300 экземпляров, или 5% от общего тиража. А вот потеря предшественника, семейства К4, для предприятия гораздо более значима. Одних только тягачей модели 5490 клиентам передали более 6000 машин. Но опять же, кабину от мерседесовского Аксера нынче никак не достать. Её по частям привозили из Турции, а затем сваривали на месте. Двигатель и задний мост такого КАМАЗа тоже стопроцентный импорт. При этом модель 5490 умудрилась стать самым востребованным грузовиком на российском рынке. По данным регистрации ГИБДД, в прошлом году спрос на тягачи и одиночки этой серии вырос на 50%, а суммарно клиенты приобрели более 8090-х. За три с половиной месяца текущего года одних только магистральников отгрузили около тысячи экземпляров. При этом некоторый запас дефицитных комплектующих на заводе имеется. Во втором квартале текущего года компания планирует выпустить 346 магистральных тягачей поколения К4 и 77 штук генерации К5. Затем выпуск четвёртых придётся полностью свернуть, а пятых поставить на долгую паузу. Впрочем, камазовцы обещают организовать мощный рывок, по максимуму заместив импортные детали отечественными. Нынешний план таков, что современное флагманское семейство вернётся на конвейер примерно через год. А может быть и раньше. Как нам стало известно, автогигант попросил смежников возобновить поставки компонентов этой осенью. И вообще дела обстоят неплохо. В этом году на строительство и ремонт дорог выделены колоссальные средства, так что перевозчикам и дорожникам точно понадобятся новые грузовики. И классические автомобили К3 их вполне устраивают. Более того, лонжероны рамы и топливные баки для К3 теперь начали делать на современных линиях. Так что качество машин серьёзно подросло.